Вот это типичный путь, который начался в начале координатного движения вправо вверх или вправо вниз. В любом случае на единицу и в любом случае вправо сдвигаемся. Нас будут интересовать пути двух видов. Один вид – это те, которые заканчиваются на оси абсцисс. Это один вид таких путей. Другой – это те, которые выходят из начала координат и разрешено заходить одной точкой или несколькими точками сюда. Идея более-менее понятная, да? Да. Вот. Отлично. Теперь вопрос. А каких путей больше? Тех, когда не опускаются ниже оси абсцисс. Или те, которые заканчиваются на оси абсцисс. Только давайте так. Длина в одном случае и в другом. Пусть будет одна и так. Почему двоярная? Потому что за нечетное количество шагов невозможно. Вот если вы понимаете и посмотрите, то после первого шага мы на нечетную рисуем, а после второго – на четный, после третьего – на нечетный и так далее. И здесь то же самое. Длина, пусть будет 2r. Так вот. Мы сейчас с вами сначала нарисуем совсем простые картинки. А именно возьмем, скажем, n равно 1, тогда вообще все абсолютно очевидно. Нарисуем эти картинки. Потом возьмем n равно 2, тоже чрезвычайно простая штука, тоже все нарисуем. Это будет уже тяжело, но мы тоже справимся. И по ходу дела я постараюсь все-таки объяснить вам общий случай. Так что в результате мы и общую теорему сегодня тоже обязательно докажем. Заканчиваются на сердце. Какие пути я должен нарисовать? А очень понятно, какие. Поднялись, поднялись, опустились, опустились. Это один вариант, да? Дальше что бывает? Бывает поднялись, опустились, поднялись, опустились. Так, что еще? Еще, пожалуй, можно так. Можно, смотрите, подняться, опуститься, опуститься, подняться. Есть такой вариант? Да. А еще можно было в первый раз, наоборот, это вот у сердца цвета, да? Здесь тоже самое у сердца цвета. Вот, а можно было в первый раз пойти вниз. Если мы первый раз пошли вниз, то дальше варианты. Либо опять вниз и потом возвращаться. Это вот один вариант. Либо другие два варианта вот какие. Значит, пошли вниз, вернулись, дальше поднялись, опустились. И еще один вариант. Пошли вниз, вернулись, пошли вниз и опять вернулись. Вот, если вы подумаете, то поймете, что на самом деле вариантов больше вообще-то нет. Все понятно? Да. Все понятно, отлично. Так вот, что мы с вами сейчас должны сделать? Ну, во-первых, нарисовать пути, которые выходят из начала координат, имеют такую же длину, но при этом ни разу не оказываются ниже оси опции. Так, поняли? Да. Поняли. Теперь давайте разбираться с зелеными путями здесь. Да все просто. Здесь вот поднимаемся, поднимаемся, проблем вообще никаких. А вот здесь проблемы есть. Здесь то же самое, проблем совершенно никаких, да? А здесь проблема большая. И здесь проблема. Поэтому нам нужно придумать какой-то способ построить естественное соответствие между, я повторяю, какими путями? теми путями, что заканчиваются на оси абсцисс, и теми путями, которые ни разу не спускаются ниже оси абсцисс. Так, это понятно? Понятно. Отлично. Отлично. Давайте сейчас это, давайте сейчас это тщательно с вами сделаем. Первый этап будет такой. Я расскажу вам о том, что такое красная точка. И мы научимся эту самую красную точку везде ставить. Поехали. Красная точка – это самый левый из минимумов. Минимум – это самая нижняя точка графика. Вот давайте здесь посмотрим. Красная точка – это вот эта. Здесь минимумов два. Левый из них – вот эта. Прохожу по картинке и везде ставлю эту самую красную точку. Вот здесь вот единственный минимум. Здесь три, но при этом самый левый из них – вот такой. Здесь – такой. Здесь – вот такой. И здесь два. Из них самый левый – вот такой. Так вот, господа. Давайте договоримся до следующего. Нарисуем все 20 способов выйти из начала координат. За 6 шагов опять попасть на ось абстракции. Понятно, что это непросто. Почему это непросто? В первую очередь потому, что надо не запутаться. Понимаете, когда у вас картина 6, более-менее понятно, как не запутаться. А вот что делать, когда у вас картина гораздо больше. Понятно, да? Так вот, господа, я предлагаю такой способ. Мы эти картинки будем шифровать. Вот это один вариант. Когда мы три раза идем вверх и потом три раза идем вниз. Следующий вариант – это плюс-плюс-минус плюс два минуса. Следующий вариант. Обратите, пожалуйста, внимание. Я пишу, что называется, в алфавитном порядке. Иногда это называют словарный порядок, иногда лексикографический. Если считать, что плюс – это что-то, значит, буква А, а минус – это какая-нибудь буква, скажем, Б, Я, и следующий, идущий дальше в алфавитном порядке, то слова именно так у нас нумеровано. Теперь давайте я для каждого из этих путей нарисую соответствующую картину. Это очень просто. Плюс-плюс-плюс-минус-минус-минус. Понятно, да? Так вот, я сейчас даже не тороплюсь их рисовать. Главное, я выпишу варианты. И после этого уже будем разбираться. Поехали. Плюс-минус-плюс-минус-плюс-минус. Дальше. Плюс-минус-плюс-минус-минус-плюс. Дальше. Плюс-два-минус-два-плюса-минус. Плюс-два-минус-плюс-минус-плюс. Плюс-три-минус-два-плюса. Между прочим, это все не так страшно. Я уже справился с десятью вариантами. У нас, господа, есть минус, три плюса и два минуса. Справился ли я с этим? Если справился, если у меня ошибок нет, то нужно переходить к следующему этапу нашей работы. Следующий этап заключается в том, что надо везде нарисовать картинки. При этом, пожалуйста, оставляйте немножко места, потому что рядом с каждой такой картинкой мы будем нарисовать еще... Ну, то, что на той штуке называется зеленая картинка, да? То есть, вот это вот пути, которые начинаются и заканчиваются на оси абсцис, а нас еще будут интересовать пути, которые нигде не спускаются ниже оси абсцис. Поехали. Плюс, плюс, минус, плюс, минус, минус, минус. Правильно? Здесь два плюса, два минуса, плюс, минус. Здесь два плюса, три минуса и плюс. Здесь плюс, минус, плюс, плюс, минус, минус. Так, ребята, на самом деле очень просто их рисовать. Особенно вам по клеточкам в тетради. Так вообще, суть без проблем. Согласны? Согласны? Вот, отлично. Вот так. Не забывайте, что отрезки все строго одной длины. Отрезки все строго одной длины. Так, ребята, здесь нет клетчатой бумаги, поэтому у меня некоторые картинки получаются, что называется, кривыми. Ну, это, пожалуйста, не считайте это недостатком. Начинаем и заканчиваем строго на одном уровне. Минус, плюс, плюс, минус, минус и плюс. Минус, плюс, минус, плюс, плюс и, наконец, минус. Так, я уже нарисовал 14 картинок, так что конец близок. Такая штука. Теперь давайте здесь минус, плюс, минус, минус, плюс, плюс, здесь минус, минус, плюс, 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 минус. И, наконец, три минуса и три плюса. Концепция красной точкой. И вот надо сейчас прийти и эту самую красную точку на каждой картинке нарисовать. Напоминаю, что это такое. Это самый левый из минимумов. Минимум – это самая нижняя точка на картинке. Надо сначала смотреть, где самый-самый низ, и после этого из этих точек взять самую левую. Вот я иду, видите, у них было две точки на одном уровне, и я взял из них ту, что угодно, самая левая. Там, когда один минимум, там вообще проблем нет. Когда их несколько, надо выбирать ту, что левее. Так, так, недолго осталось. Здесь вот минимум такой, здесь такой, здесь такой, здесь такой, здесь самый левый такой, и здесь самый левый такой. Пока все понятно? Наша цель сейчас – нарисовать 20 картинок, больше, меньше, которые обладают замечательным свойством. Они выходят из начала координат, и нигде не оказываются ниже оси и автоза. Я сейчас формулирую правило, по которому из картинки получается новая картинка. Для этого давайте сделаем так. Ту часть, которая расположена слева от красной точки, будем называть Эль. А то, что расположено справа, будем называть Эль. Понятно или нет? Для каждой картинки надо сейчас нарисовать только правую часть. Это понятно? Я беру и рисую для вот этой картинки ее правую часть. Слушайте, а это, между прочим, легко. Здесь правая часть что? Вся картинка. Это вся картинка. Первая. И правило… Что? Первая картинка еще. Первая картинка абсолютно такая же, да. На первой картинке то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Но красную точку переставляем в конец. Согласитесь, что здесь дело абсолютно не хитрое. Просто один к одному перерисовываем. Вообще даже непонятно, кому это интересно. И зачем красная точка абсолютно непонятно. Здесь вот то же самое. Это неинтересно, это явно какая-то вот… Ну, мало-мало ли что можно придумать. Какую-то красную точку нарисовали, зачем-то ее передвинули. Интересно, когда красная точка все-таки расположена вот как-то так. Так, господа, правило такое. Надо теперь левую часть отразить симметрично относительно вертикальной прямой. Давайте я покажу, как она будет выглядеть в зеркале. Выглядеть она будет очень просто. Два отрезка поднимаются и один спускается. Согласны? Если в зеркале относительно вертикально. Не горизонтально, а вертикально отразить, то будет так. И дальше, зачем я красную точку переносил? Надо вот этот кусок приставить сюда. Поняли или нет? То есть, что у нас получится? Давайте я все-таки нарисую целиком картинку. Вот это была правая часть. Вот она была правая часть. К ней будет добавлено два отрезка вверх и один отрезок вниз. И вот это будет девятая картинка. Поняли идею? Так, давайте я буду обозначить девятый штрих. Итак, вот это один, это один штрих. Это два штрих. Это три штрих. Давайте. Вот это у нас пять штрих. Что такое четыре штрих? А очень просто. Я рисую вот этот отрезок. После этого вот эту штуку симметрично отражаю. Здесь было у нас шесть отрезков. Остались тоже шесть отрезков. И красная точка перешла в конец правой части. Так, все видят, что я справился с первым столбиком. Да? Замечательно. Вот эта картинка называется четыре штриха. Сейчас я, собственно говоря, подряд пойду. Подряд пойду. Здесь крайне просто. Здесь она просто остается один к одному. Называется теперь шесть штрих. А красная точка переходит сюда. Отрезок. После которого, смотрите, два вверх, один вниз, один вверх, один вниз. Итак, два вверх, один вниз, видите? Один вверх и один вниз. Вот это называется семь штрих. И красная точка вот здесь. Господа, я сейчас помолчу, а вы попытайтесь, пожалуйста, в тетрадях дойти до двадцатой картинки. Потом я все нарисую, но просто для того, чтобы вам самим немножко поделать. Ну и уже надо начать размышлять, а почему же это взаимнооднозначное соответствие. То есть, почему у нас все картинки по одному разу получатся, собственно говоря. И как на тебя обратное запрожение? И как на тебя обратное. Да, и как по штрихованной картинке найти исходную. Вообще, что такое взаимнооднозначное отображение, понимаете или нет? А? Ну, давайте на примере. Вот представьте себе, что у вас автобус, в котором все места заняты, и нет ни одного человека, который стоит. Понимаете ли вы тогда, что мест ровно столько, сколько там людей. Правда? Заметьте, при этом вам не нужно выписывать список пассажиров и все места как-то обозначать. Вы просто смотрите и видите. Свободных мест нет, и никто не стоит. И все сидят по одному на кресле. Так? Или нет? Это называется порвну. Да? Или вы согласны, что у присутствующих здесь людей левых и правых рук порвну? Отлично. Что для этого вы должны на самом деле проверить? Что здесь нет одна рука. Вот если бы здесь был человек, ну, к сожалению, такое тоже бывает, все эти кармы и всякие несчастья, у которого одна рука, то это было бы неправда. Но поскольку, к счастью, у всех здесь правильное количество рук, как положено, вот не бывает у людей по три, а вот по одной бывает, и ноль бывает после всяких аварий. Так вот, здесь все-таки у всех по две, и поэтому вы не обязаны пересчитывать. Вы просто оглядываете аудиторию, видите, что у всех по две руки, и говорите, что у каждого человека его левая рука соответствует его правой. Согласны? Отлично. И с глазами то же самое. Левых глаз ровно столько же, сколько правых. Правда? Опять-таки, если бы здесь был кто-то, кому не повезло, я там, не знаю, там глаз выбрала и что-нибудь такое, то это было бы не так. Но если у каждого человека есть присутствующие два глаза, то тогда левых и правых порвнули. Поняли, что такое? Все им надо значить соответствие. Вот мы сейчас пытаемся такую же штуку придумать для этих картинок. Оказывается, что их действительно порвнули. Кстати, а давайте я это покажу на тех двух примерах. Я же ведь и здесь могу сделать так же самое. Смотрите. Я беру, выделяю вот эту точку, объявляю ее краской. Не согласны? Картинке присваиваю какой-нибудь номер. Картинка 21 штрих выглядит так. Надо нарисовать вот этот кусок. Поставить сюда красную точку. Понимаете, наш принцип? После этого двигаться от этой точки влево. Каким образом? Как положено. Три адреска вверх вот здесь прошли. Потом актин отрежет вниз. Потом два адреска вверх. И потом что? Три адреска вниз. Господа, вот эта картинка 21 штрих, а вот эта картинка 21. А теперь очень интересный вопрос. А из какой картинки получается вот эта? Давайте, эта картинка будет 22 штриха. Если кто-то из вас сумеет придумать картинку, из которой получается 22 штриха, то есть понять, что за картинка 22, то это будет очень даже здорово. Что где? Где там красная точка? Вот, 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 вот. А где там красная точка? Да, пожалуйста, говорите. Да. Нет. Вот, отец не верен. Где вы хотите поставить красную точку? Нет. Нет. Есть. Есть. Продолжение следует...